Друзья, тема у нас будет очередная тема, варикоз длительный и тромбоз. Здесь тромбофлебит, тема как раз тромбофлебит. Чем отличается тромбоз от тромбофлебита? Тромбофлебит, то есть 9 за 2 слова тромба, то есть тромбоз и флебит. Бывает еще отдельно флебит, то есть есть диагноз тромбоз, есть диагноз флебит, а есть тромбофлебит. Чем они отличаются? Тромбоз это когда тромб происходит, причины тромбоза разные. травмы элементарно даже массаж то есть повреждается внутренняя стенка сосудистая и получается как болячки на это наслаивается тромб и так далее так далее дальше что бывает тромбоз инфекционный бывает от онкологии бывает много-много причин от гормонов очень много особенно если принимается за гтс заместительной гормональной терапии очень много как определить достаточно сделать узи вен и все и мы диагноз тромбоз можем поставить конечно некоторые мои коллеги к сожалению пропускают вот здесь зависит наверное не столько от их навыков столько еще от аппарата узи это очень очень важно чтобы делали на очень качественном аппарате и дальше причина флебита флебита травма как правило если делали какие там инъекции возникает в лебедесе в руку то есть воспаление стенки вены это флебит воспаление стенки артерии это артериит то есть они делятся вверх по венам крови идет от ноги до сердца и от сердца к ногам и коняющими голову идет по артериям вот дальше что мы сейчас будем говорить флебит флебит чаще возникает чем артериит а есть еще тромбофлебит когда на воспаленную стенку насаживается тромб возникает тромбофлебит чаще всего флебит к сожалению осложняется тромбозом то есть возникает тромбофлебит тогда вена начинает болеть вы ее чувствуете она как струна натянута бывает и прям болезнь вот у этого пациента как раз был тромбофлебит мы сначала лечили где-то шесть недель правильно долю сергей вот а потом он не спаду боитесь я наверно смотреть у нас отказ от просмотра тоже плавно имейте виду и дальше идет то есть тромбофлебит то есть когда тромбоз присоединяется воспаление стенки чем опасен тромбоз у меня одна пациент сказал что я там говорю люди порой ну не понимает начинали мне сразу отправили в поликлинике на скорой сразу госпитализировали там начали лечить и так далее так далее у меня правильно если тромб флотирует тогда это называется флотирующий тромбоз здесь обязательно нужна экстренная госпитализация у меня такие пациенты бывают если они отказ пишут госпитализация сами я естественно выписывать все равно лечение но пишу прошу подписать отказ от госпитализации поэтому это очень-очень строго друзья у меня к сожалению были пациенты которые написали отказа госпитализации по разным причинам сказали что не могут сейчас больницы могут дела и так далее двоих людей не стал вот за этот год потом их желание звонили естественно нас тоже проверяют и бумагу отказа госпитализации потому что я наоборот как правило говорю чтобы в стационар идти и уже там стационаре пересмак спузи либо госпитализируют либо нет а я по скорой мы все врачи естественно отправляем с флотирующим тромбоз если флотации нет госпитализации не требуется мы назначаем лечение антикоагулянта антиагреганты если присоединен флебит обязательно противовоспалительной терапии и так далее почему потому что иногда даже добавляем антибиотики почему потому что стенка воспаленная может передаться на мягкие ткани может присоединиться все что угодно воспаление мягкой ткани и так далее и даже болеть может очень сильно потому что рядом с каждой вены проходят нервные окончания нервов да и происходит еще такой локальный нервит грубо говоря как зуб болит вот такая такое ощущение тоже может быть у пациента такое было я вам сказал худеть пока он худел потом расслабился у него пошло воспаление вены тромбоз с флебитом мы его вылечили сейчас потом пришел на операцию сейчас будем еще удалять тромбы я кусок видео снял там у меня могут заблокировать не загрузить там такие поэтому я ставлю ютюбе у тебя на записи сообществом запись есть постараюсь туда выложить что еще сказать по поводу лечения часто пишут напишите пожалуйста лечение лечение писать нельзя почему при каждой стадии тромбоза зависит от того какой тромбоз в какой вене прописывайте лечение заочно я не консультирую только очный прием мои коллеги некоторые пишут вот там очень консультирую сейчас ради денег все что угодно делать на самом деле сосудистой хирургии это запрещено друзья если диагноз вам поставили там уже точно в нескольких местах его нужна операция это одно но обычно такие пациенты с тяжелыми заболеваниями артерии то сердце тогда есть теле медицины в нашей квалификации это запрещено не рекомендуется минздрава поэтому только очный прием вы приходите я делаю усилий сам же консультирую почему иногда говорят у меня есть люди и достаточно метров консультации друзья к сожалению 80 процент случаях мое узи не соответствует тем узи которые мои данные которые я вижу но как оперативный хирург я несу ответственность поэтому узи врач ультразвуковой диагностики по закону не несет ответ потому что узи считается скрининговым методом он может сказать аппарат это не показал и вы никак не сможете это доказать то есть минздрав это допускает вот а сосудистый хирург и и и и все другие хирурги и терапевты они несут ответственность поэтому я узи пересматриваю если вы не хотите делать тогда надо вам другому врачу вот то есть я сам делаю узи сам же консультирую я принимаю в данный момент на соколе это мой собственно маленький медпункт друзья часто задают вопрос а почему там оперировать а почему там приемный кабинет я еще открывал в ковид когда наша клиника закрывалась многие клиники закрывали на ковид плановую помощь мы не тогда не оказывает а острую помощь оказывали потому что я принимал у себя как сосудистый хирург очень много было тромбозов а дальше я оперировал как экстренного пациента если были тромбоза у нас уже в клинике в клинике где сейчас оперирую я заведую а там где я принимаю как врачу торговой диагностики вас там консультируют все друзья будут вопросы пишите в комментариях всего доброго